Шаббат Шалом! Дорогая община! Благословен ты Господь, дарующий Тору! Амин! Сегодняшняя недельная глава называется «Бэхукатай». Это Левит с 26 главы 3 стиха и до конца книги Левит. Это заключающая глава книги Левит. И это очень интересная глава. Название «Бэхукатай» означает «по законам моим» или «по уставам моим». Так говорит Господь в начале этой главы. И в 26 главе первой части описываются все благословения, которые Господь обещает дать народу, но при одном условии. Если народ будет слушаться Бога и исполнять все уставы Его. И вначале перечисляются все благословения, а потом перечисляются все те наказания, которые придут на народ, если народ не будет послушен. И 26 глава описывает и благословения, и наказания. В 27 главе рассказывается о том, как священник должен был оценить то, что человек хотел посвятить Господу. То есть бывала ситуация, когда человек что-то посвящал Господу, либо животных, либо людей, либо предметы. Но потом хотел их выкупить обратно. Священник должен был оценить, сколько человек должен был заплатить. 27 глава посвящена рассказам о том, как священнику оценивать имущество. Но я бы хотел немного подробнее разобрать 26 главу, где говорится о благословениях и наказаниях. Я зачитаю с 3 стиха 26 главы книги Левит. «И вы будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете выгонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас погонят сто, и сто из вас погонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою». И читаете благословение, аж, вы знаете, хочется слушаться. Аж хочется слушаться Господа и жить по Его уставам. И для того, чтобы, вы знаете, нам же было и хорошо. Наше послушание полезно для нас же. И Господь обещает все эти благословения сразу. Только слушайтесь. Слушайтесь, все это будет. И Господние уставы — это, знаете, граница нашей безопасности. Вот пока мы слушаемся, мы живем в безопасности. Как написано, что мы будем жить в безопасности, никто нас не будет трогать, все у нас будет. Мы будем сыты, все будет хорошо. Но как только мы выходим за границы, как только мы нарушаем законы, уставы Божии, то, в общем-то, тогда приходит и наказание. И дальше с 14 стиха. Я бы захотел... Ну, тут много, я все не буду читать. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушайте меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое уборство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих. и деревья ваши не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня, и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всеми, разогрехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь, и пойдете против меня, то и я пойду против вас, и поражу вас всеми, разогрехи ваши. И вы знаете, это еще не конец. Еще есть 20 стихов, как Бог будет поражать и умножать наказание, если мы не будем слушаться. И, как Валентин Романович говорил, наказание — это, в общем-то, неплохо, потому что наказания нужны нам же, для того, чтобы исправиться. И кого Бог любит, того Он и наказывает. И вы знаете, я очень рад, что меня в детстве наказывали, потому что много чего я научился с тех наказаний. И чем раньше мы поймем, в чем нам надо исправиться, тем будет лучше для нас. Потому что, когда Бог говорил о благословениях, Он говорил, если вы будете слушаться, даю вам все эти благословения. Не было такого, что послушаетесь, в эти заповеди послушаетесь, дамы это, эти — это. А в наказаниях у Бога чуть-чуть по-другому происходит процесс. Если вы не слушаетесь, вот вам часть наказания. Если вы и после этого не слушаетесь, наказание увеличивается. Если после этого, наказание увеличивается. То есть нас не постигает все то, что могло бы, когда мы не слушаемся. Но это процесс, скажем так, ступенчатый. И чем раньше до нас дойдет, что нужно исправиться, для нас же тем лучше. Тем менее, скажем, меньше последствий может прийти в нашу жизнь. И для чего Господь все это делает? Для чего Он наказывает нас? Он наказывает нас из Своей великой милости, для того, чтобы мы исправились. И после нашего исправления, как написано вот в 23 стихе, если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то Господь будет умножать наказание. Но когда до нас дойдет, что нужно таки исправиться, то с 42 стиха, то с 42 стиха, чтобы быть их Богом. Я Господь. И все наказания нужны для нашего исправления. И все это приведет к тому, что Господь будет иметь отношение с нами, что мы сможем прийти в Его присутствие, что мы сможем вообще обратиться к Нему. И это есть великим благословением для нас. И Бог делает это все по Своей великой милости, потому что Он мог бы не церемониться и дать нам то, что мы заслуживаем. Но по великой милости Господь дает нам шанс измениться, шанс покаяться. И благодаря Божьей милости мы вообще сейчас имеем возможность спасения через жертву Его Сына, Ишоу Мессии, которую Он отдал в жертву за весь мир, который умер и воскрес и понес все свои грехи на Себе. И благодаря этой милости мы сейчас стоим здесь, входим в Божие присутствие, имеем возможность общаться с Господом. И я бы хотел зачитать Псалом 102 о том, как милостивый и щедрый Господь. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек не годует, и не по беззакониям нашим сотворил нам, но и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер и не узнает его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. И я ободряю вас ходить пред Богом в послушание, чтобы в нашу жизнь приходили благословения Господни. Но даже если приходят наказания, это является Божьей милостью и Божьим благословением в нашу жизнь, чтобы для нашего исправления. Благословен Господь Бог наш, который милует нас до сего дня и дарует нам спасение и возможность ходить перед Ним. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok